привет с китайцем мне уже давненько задают вопрос по поводу когда будет обзор на вовку лаку вот она видали дело в том что обзор действительно затягивается по той простой причине что я эту вовку лаку пытаюсь со всех сторон и хосты в григо тестировать то есть хотелось бы подать действительно качественный материал с действительно качественным тестом почему потому что инструмент заслуживающий всяческого внимания инструмент действительно здоровский это не абы что нужно в сторону вот они не хухры-мухры какой-то это действительно рабочий рабочий такой инструментик значит у нас тут обычно сейчас сушняк уберу вот так сухое трухлое но мешает обычные задачи по обустройству небольшого лагеря в осенних условиях чем они отличаются допустим там от летних или от зимних условий тем что листья еще есть видите травы уже нету трава жухлая с трава села то есть задачи такие не очень сложные но тем не менее вот такие вот ветки которые например сухие ветки да которые зачастую используются на дрова или которые просто мешают банально мешают для нормальной организации пространства но это трухлая все-таки веточка трухлая но вот пилил это это чё у нас это у нас дуб это не трухлая ветка нормальная ветка это обрублена то есть вот такие вот маленькие но я надеюсь очень увлекательные и познавательные тесты накапливается какая-то база данных накапливается информация которая я надеюсь скоро будущем я нанесу ее до зрителей канала реальный бушрафт для участников группы реальный бушрафт и для того что не быть голословным все это будет протестировано показано подробно но в двух словах для чего инструмент универсальный то есть это мачете топор нож пила вы скажете любой универсальный инструмент это всегда проигрывает специализированного сто процентов всегда проигрывает но универсальность это максимум инструмента при минимуме объеме объема и минимуме веса и в походной жизни зачастую это бывает хорошо и крайне необходимо насколько хорошо рубит ну скорее это какой-то затес а не рубка затесывает изумительно для полноценной рубки здесь все-таки не хватает веса это не топор это мачете как хорошо пилит пилит великолепно потому что здесь зубчики они заточены и разведены как заявляет производитель разведены на 1 миллиметр но я так понимаю в каждую сторону толщина полотна здесь 3 миллиметра я так понимаю что в обе стороны ну право и влево на миллиметр поэтому перед без проблем естественно пилит хуже чем например садовая пила за счет того что здесь большая толщина опять-таки не забываем инструмент универсальный инструмент который предназначен для решения широчайшего круга задач можно ли ботонить ботонить можно и я пробовал лупашить по зубчикам по пиле ну и все происходит более-менее благополучно по крайней мере вот вот эта вот часть пилы по которой лупашил осталось осталось функциональной ничего с ней не случилось ветку усматриваю чтобы его распилить такое ну вот и ветка нормальной толщины сухая не знаю что-то твердое сухая как зло пилит пилит нормально хороший широкий пропил пилу не закусывает не прищепывает нормально насколько стойкое покрытие дело в том что производитель поменял сталь здесь не 60 пятка которая была в начале выпуска в кулак и она имеет такую очень даже неплохую коррозийную стойкость плюс здесь какое-то очень хитрое покрытие которое но при достаточно длительном использовании сохраняет вот такой вот вид ну более-менее ну презентабельным не назовешь ну такой себе то есть она не белая она не выбелилась она все-таки черненькая насколько удобно рукояточка здесь какой-то эластомер в общем материал который совмещает свойства резина и пластика и он очень удобен но задавали вопрос а удобно ли пилить потому что все-таки рукоять не асимметричная да так вот дело потому что рукоятку можно переставить причем очень быстро и при этом занимает минимум усилий и не требуется никакой инструмент вот этот винтик который здесь на верши выкрутили вынули сняли рукоятку переставили другой стороной прошу обращения и она у вас как бы ориентирована под пилку все зависит от того чем больше используете мачете или пилу все это дело трансформировать переустановить не составляет никаких больших проблем все это делается и можно удобно ли гарда или функционально она но при достаточно больших усилиях никому не хочется чтобы рука соскальзывала на лезвие на на пилу поэтому гарда здесь считаю очень необходимо и ну прям впрочем если она вам мешает ее нужно снять без потери функционала всего инструмента это делается тоже очень быстро снимаем рукоять и гарда здесь более ничем не закреплена если мы вот так вот посмотрим так вот то мы видим что на рукояткой поджимается к полотну насколько вся конструкция надежно и функционально значит за все время использования как я над ним не издевался бил то есть бил вот так вот плашмя бил обухом в данном случае пилой да как угодно в общем она остается цельным нерушимым никуда она не ломается не гнется и все остальное прочее какой дополнительный функционал значит здесь возможности много почему потому что сам самолезвие вовку лаки агрегатируется с другими инструментами там рукоять называется по-моему добрыдань она такая которая позволяет эту самую вовку лаку превратить в косу в каму в печню ну и масса там других инструментов рукоятка также как бы не просто так агрегатируется со всеми ручным инструментом рукоятка здесь кстати называется малка да вот и она подходит к любому другому инструменту там ножей несколько там еще чего то такое то есть тоже много функционально в результате мы имеем такой себе скажем так модульный инструмент который можно в зависимости от своих потребностей использовать использовать для тех или иных задач как мы видим здесь у нас вот такой вот на конце танта с заниженным кончиком острием да которая во первых позволяет нам чего-то ковырять и во-вторых делает этот инструмент не холодным оружием даже с установленной гардой плюс на кончике возле кончика у нас вот такое отверстие которое добавляет различного функционала ну какого ну например эту пилу можно сделать двухручной эту пилу ну как пилу да можно установить на какой-то шест использовать например для спиливания веток которая находится очень высоко ну и кроме всего прочего это еще и нож если у вас нету какого-то банально ну кухонного скажем так ножа до или кухон кухонного кухонного ножа то вы можете использовать эту самую вовку лаку для порезки там салатика колбаски для вскрытия жести банок и всего остального всего остального прочего значит еще один важный момент вот они нужны нужны у нас выполняется в нескольких вариантах расцветки в дальнем случае это мультика здесь у нас стропа для установки для разгрузки для пояса для ремня на ремень кстати можно носить вот так вот без проблем ну и кроме прочего здесь у нас заключение эксперта которая говорит о том что этот инструмент не является холодным оружием является предметом хозяйственно бытового назначения вот вот так вот очень коротенько подробный обзор с тестами с характеристиками с подробностями со всеми делами будут будущее на канале реальный бушкрафт и в группе реальный бушкрафт на фейсбук